Всем большой привет! Давайте посмотрим 11 отчет в ароматном Project Pen. Ароматный Project Pen у меня не настолько упрямо составлен. То есть то, что я взяла в начале, в течение года, я туда добавляла парфюма, к которым рука тянулась и которые могли закончиться. Поэтому пустышки у нас появляются только в Project Pen. И самое интересное, что через месяц мы будем смотреть, сколько же пустышек получилось в течение этого года. Давайте посмотрим отчет за 11 месяц. И в этом же ролике я покажу ароматы, которые остаются на декабрь. Не будет отдельной ароматной странички. Все покажу вместе. Ну и также покажу, чем я пользовалась помимо ароматного Project Pen. То есть я брала много, но к чему явно тянулась рука, мы посмотрим. То, чем я воспользовалась 1-2 раза и не подлежала отметкам, я не понесла. Так, насчет ароматного Project Pen. Давайте изначально покажу то, чем я не пользовалась. Это маракуйя. Так, за 11 месяцев. Вот все. Это Нуаш, номер 1 от Сиэль. Тоже маленький совсем результат. Поэтому мы по ним быстренько проскочим. В этот раз Донна Фелича не пользовалась. Я очень надеюсь, что в декабре как-то немножко пойдет. Но, тем не менее, здесь чуть больше. Результат за 11 месяцев. Хоть и добавился этот аромат, потому что это наливная-разливная парфюмерия. Ренни 378. Но вот у него, если только даже начертить, прямо под этой меткой. Но первые метки я не делаю друг за дружкой. Миллиметров 5 жду. Далее, в этот раз не пользовалась. Это вот такая красивая карамелька. В январе я ее взяла. Вот она, кстати, новенькая у меня была. И в течение этого года пожелтела жидкость. То есть аромат. Сама жидкость стала потемнее. Так, было в прошлом году. Я хорошо в конце года использовала. А в этом году вот. То есть тут и так не так много. Ну вот, такой результат. Конечно, можно было бы и закончить. Но мне, если честно, было жалко использовать до последней капельки. Поэтому такой получился расход. В этом месяце, на удивление, но Love Potion So Tamping я не воспользовалась, представляете? В прошлом месяце немножко, а в этом нет. А вообще в течение этих 11 месяцев каждый раз были метки. Вообще-то нет. А, да, да, это прошлая метка, по-моему, была. Не знаю, я в этом месяце не делала метки. Хотя пару раз, может, пользовалась, но меток нет. Поэтому сюда. Далее 30 мл Far Away. Можно было тоже прямо 2 мм отчертить, но уж прямо друг за дружкой. Раза 2-3 только пользовалась им. И то же самое. Chateau. Не буду уж дочитывать. Вот. За все 11 месяцев. Вот такой, можно сказать, плачевный результат. Кексиком пользовалась, но его не отметишь. Это единственный аромат, который вообще никак не просветить, если только разломать. Поэтому буду ждать. Булькает, когда закончится. Сколько там, даже вообще никаких предположений нет. И последнее, чем я не пользовалась, это молекула. В прошлый раз я еще тут чуть-чуть отметила. Но за месяц вот именно этот аромат не был у меня в расходе. В принципе, по тому, к чему не тянулась рука, это все. Теперь, в отношении вот этого контейнера. В этот раз не трогала малышей. Нет, один. Один трогала, покажу. Но очень хороший результат был вот от Mantal. Здесь всего 15 мл. Вот в прошлый раз, смотрите, сколько. И в этом месяце вот так. Я думаю, что это кандидат в следующий раз в конце декабря в пустышки. Потому что именно эта ручка у меня очень даже хорошо шла. Далее, если по пустышкам из малышей, я воспользовалась Maxima Icon. Вот так. Пустой. Вы знаете, он мне понравился. Мне больше нравится вот сам флакон. Но аромат не зацепил настолько, чтобы я захотела в коллекцию. Как-то он для меня такой немножко плоский, что ли, оказался. То есть на моей коже, на моем теле как-то не сильно ярко и красиво звенел. Также у меня два набора с малышками. Это от Randevu. Вечерние ароматы. Я ими не пользовалась. Мне их почему-то было жалко. А вот в этом наборе в цитрусовых нотах закончился второй от Tom Ford. Сначала Herba Pura со Spira у меня закончился пробничек. А сейчас вот такой Tom Ford. Закончился пробничек. Это сплошные цитрусы. У меня есть копия, которая, кстати, очень даже хорошо скопирована. Просто отлично отражает этот аромат. Ну и что я использовала? Так вот прямо ярко, активно, заметно. Во-первых, это бантик от Mary Kay. Вот такой расход. То есть уже был за прошлые месяцы тут немножко где-то рядышком болтался аромат. Я не отмечала. Ну а в этот раз рука прямо и тянулась, и тянулась. Сейчас просветила. Ай, вот сколько осталось. То есть, в принципе, совсем чуть-чуть. Здесь и формат, если вот убрать крышку, всего 30, по-моему, миллилитров. Может быть 35, но мне кажется 30. Посмотрим. Вот вам наверняка уже видно, сколько. А я, если увижу, то поздней. Давайте вот так бантик положим. Очень хороший результат у Каролины. Вот. В этот раз тоже я и... Как гулять, так с Каролиной. То есть мы с ней гуляли активно и с удовольствием. Далее. Давайте покажу самую яркую пустышку. У меня закончился Шершеляфам. Вот им, наверное, я использовалась больше всех. Дольше всех. Мне хотелось закончить этот аромат. В самом конце, когда оставалась чуть-чуть, поняла, что рука уже в принципе не тянется. И если отставить, то отставить могу очень надолго. Поэтому вот последний, прямо вот несколько раз, я его доиспользовала в принципе. Ну, как бы, чтобы уже доиспользовать. Я думаю, что следующий я, если открою, то это будет не раньше, чем через несколько месяцев. У меня есть в запасе. Мне подарила Мариночка, за что огромное спасибо. Ну, вот, пока насладилась и рада, что у меня этот аромат еще и в запасах есть. Вот. Вот. Это основная такая, самая большая пустышка. Их много в этот раз. В прошлый раз было пара пробников, да, в этот раз вот хороший такой вариант. И последние два из проекта Project Pen. Рейни 433. Я думаю, что в следующий раз именно этот Рейни будет пустышкой. Посмотрите, в прошлый раз за месяц вот такой расход был. И сейчас столько же. То есть, я думаю, что очень может быть. Тем более, и Шершеля Фам уже нет. Рейни у меня будет кандидатом в пустые банки. И последнее это Элизабет Орден Сплендер. Тут прям друг под дружкой. Один месяц, видно, такой был самый активный. Ну, а потом вот прямо друг за дружкой идут. Но потихонечку аромат заканчивается. Тоже при желании его можно закончить. И если взять все ароматы, которые вот здесь находятся, этот один из самых стойких. Второй по стойкости, который я бы хотела вот именно здесь отметить, это Форовей. Вот прямо очень. Тут есть еще достаточно стойкие. Это и Молекула, это и Каролина. Но в целом вот это очень, очень долго держится. То есть, я его уже если нанесла, то больше никаких обновлений не будет в этот день, например. То есть, вот один на весь день хватает. Вот такой он стойкий. Так, все это показала по проекту. Что было у меня на январь, что прибавилось в течение года. И давайте я покажу несколько ароматов, которые вот у меня тоже подлежали убавлению. То есть, я их, я пытаюсь место сводить. Поэтому. И к которым рука тянулась помимо проекта. Во-первых, это Эйвен Summer White Bali. Немножко. Но вот смотрите, потихоньку он идет и идет. Мне он очень нравится. Мимо него рука не промахивается никогда. К нему рука тянется. Выгуливала пару раз с огромным удовольствием. Это Premier Lux Gold Blush. На крышке название. Я не стала делать тут метку, потому что аромат уходит вот куда-то под железку. И поэтому, в принципе, оно где-то тут рядышком. Но пользовалась. Активно, конечно, не использовала, но Attraction Rush раза 3-4. Воспользовалась и даже вот отметила. Красивый аромат. Мне он, конечно, очень нравится. Я его использую с огромным удовольствием. Можно сказать, домашней поливашкой была вот эта муза, я ее называю. Возможно, она читается совсем не так. Но для меня это аромат такого домашнего, можно сказать, компотика. Иногда девчонки обижаются, когда я называю компотик. Но это для меня, я так говорю, ароматы, которые домашние, теплые. И в них есть ягодки. Вот именно этот аромат для меня вот такой вот с ягодками. Внешне не сильно много, но я им много пользовалась. Здесь всего 100 мл. И на самом деле аромата убавилось много. Хотя здесь, кажется, прям совсем нет. Когда покупала, он был под завязку. Вот просто полный. Пользовалась достаточно часто. И также использовала стамину, но здесь 75 мл. Конечно, поменьше, чем в прошлом. И вот так, по результатам чуть-чуть. Но в отличие от других ароматов, которые я не стала отмечать, которыми я пользовалась 1-2-3 раза, эти вот как бы убавились. И хочу отметить турецкую розу. Тоже подарок от Марины. Не стала тоже отмечать вот прямо под этой его меткой. На самом деле аромат тоже убавился. И я им пользовалась с удовольствием. Раза 3-4. Как так. Ну и последнее, что хочу отметить. Не понесла я все ПД Пари. Принесла только 2. Это... Давайте покажу. Экла, по-моему. От Ланвин, мне кажется. Это, да? Вот так. По чуть-чуть. Но вот он как-то так уходит и уходит. Потихоньку. И этот немножко, конечно. Тут уже даже и не видно название. Все стирается. Ну вот так. Тоже убавился немножко. Вот от Ланвин Лекла лучше уходит. Я так думаю, что он у меня один из первых в начале следующего года уйдет. В этом году, скорее всего, я на него вряд ли внимания буду обращать активно. Хотя, смотрите, как идет хорошо. Скорее всего, Ренни у меня будет в пустышках в декабре. Вот Монталь. Возможно, что-то еще. Но я думаю, больше вот это будет мини-версии, миниатюрки какие-нибудь. В декабре будет более полный проект. Девочки, ничего не буду добавлять, если к чему-то рука будет тянуться. Что-то я достану. Я вам покажу в следующем отчете вот таким же методом, чем пользовалась. Пока оставляю это. Если из этого я чем-то не воспользуюсь, в следующий раз я вам просто не покажу. Наверное, на следующий год именно так, чтобы не показывать целую гору, вот не пользовалась, не пользовалась. Скорее я буду показывать, чем пользовалась. на следующий раз будет именно из этого что-то может пропадать, может оставаться и появляться новые именно те, которые достойны меток и видно результат, так будет интересней ну а сама я буду с вами прощаться спасибо за внимание сегодня проекты два объединила и ароматную страничку и Project Pen, потому что Project Pen остался тут совсем немножко показывать долго не получится а на две минуты ролик тоже не хочется поэтому пусть они пока объединятся, тем более мне хочется в декабре больше внимания уделить тем ароматам, которые можно закончить и оставить в этом году ну а в следующий мы с вами будем делать новые метки, скорее всего они будут уже не серебряные а каким-то другим цветом но тоже не очень ярким возможно золото какое-нибудь выберу чтобы было видно, что это другой год пошел всем хорошего настроения приятной погоды и всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok